Лидерство, инициативность, способность к командной работе. Какими из этих качеств должны обладать идеальные сотрудники, чтобы работа была продуктивной и эффективной? Сейчас принято оценивать soft skills и hard skills, так называемые мягкие и жесткие навыки. Hard skills — это профессиональные навыки, необходимые для выполнения какой-то конкретной работы. Этому обучают в колледжах, институтах, на курсах. К простейшим hard skills относятся умение писать и читать. В эту же копилку идут знания иностранного языка, рабочие программы, вождение автомобиля. Soft skills, в том числе деловые компетенции, — это личные качества, которые зависят от характера человека или приобретаются жизненным опытом. Такие универсальные компетенции и трудно замерить достаточно количественными какими-то показателями. Они практически не зависят от специфики конкретной работы, но помогают строить человеку карьеру. Как уровень развития деловых компетенций влияет на успех в работе? Можно ли развивать их? И как это делать? Попробуем разобраться с нашей гостьей в студии Дарья Панкратова, практикующий психолог. Доброе утро. Здравствуйте. Даша, доброе утро. Вот soft skills, вот эти soft skills, давайте будем с ними разбираться. Вот если рассматривать какие-то деловые компетенции, назовем их так, человек понимает, что они вот у него не очень развиты, не очень прокачаны. Вот чего с этим делать? Самоанализ это тоже является soft skills, потому что если я просто иду по жизни и не понимаю, чего я делаю, не понимаю, где зона моего развития, значит, мне эта компетенция не очень развита. Поэтому стоит себе задать вопрос, что я могу улучшить в своей жизни, чего мне не хватает. Зайти, например, в интернет. Там очень много разных моделей, списков soft skills. И посмотреть, что в моей жизни хорошо получается у меня, а вот где я, в каком моменте у меня что-то западает. Но ведь soft skills – это как раз-таки не для какой-то конкретной работы, да, предназначено, а как-то вот в общем, правильно? Да, вот они темы прекрасны, что это не только для работы они нам помогают, но они нам помогают еще и в жизни. Ну, иными словами, что я могу работать, потом я иду после работы на какое-нибудь хобби, потом у меня есть еще и семья, а есть машина, которую нужно обслуживать. И мне просто необходим навык планирования, чтобы это все уместить в свою жизнь. Ну вот, что касается soft skills, да, того, как их развивать. Ну вот если когда-то там, не знаю, 30-40 лет назад, ну какие soft skills, о чем вы говорите? Пошел, выучился, да, ну а около станка, ну кому там нужна твоя коммуникабельность? Делай себе болванки и делай. Но сегодня другое время. Сегодня мы понимаем, что люди работают в коллективе, очень многое зависит от общения, от умения там делегировать полномочия, располагать к себе там и коллег, и подчиненных, и контрагентов. А есть какие-то учебные, например, заведения, не знаю, там, где обучают вот этим всем soft skills, деловым компетенциям, и прочим, прочим. Есть учебные заведения, но мы их не будем рекламировать, да, есть заведения, которые прям разрабатывают для корпораций модели компетенций. То есть, что необходимо корпорации видеть в поведении, например, своих сотрудников. Какими soft skills и hard skills они должны, например, обладать. Что касается саморазвития, да, и как человек сам может развивать, это, конечно же, обратная связь. Я могу подойти к специалисту и сказать, слушай, расскажи, как вот я провела тренинг сегодня, или, например, в чем я была сильна, и как бы это сделал по-другому. Человек может подойти к какому-то авторитетному для себя специалисту и запросить обратную связь. Человек может пойти на семинар-тренинги по развитию, да, этих навыков. Он может почитать литературу, он может обратиться к своему коллеге и спросить, слушай, а как ты справляешься с этой трудностью? Вот мне это вызывает трудность, у тебя это так легко, чего ты делаешь? И применять этот опыт для себя и его использовать. А можно ли как-то самостоятельно замерить уровень своих деловых компетенций? То есть, не знаю, может быть, запустить какой-то опрос на работе, как коллеги ко мне относятся, как со мной работаются, к начальству, может быть, обратиться, да, там, с анкетой, приставать, там, вот, скажите, какой я, ну, или так не делается, как-то иначе это все происходит. Почему? Это очень крутой опыт. Если человек так делает, то, опять же, компетенция саморазвития у него хорошо развита. Иными словами, если человек понимает, что у него что-то где-то западает, ну, например, там, инструктор может быть вообще великолепным автоинструктором, да, он может водить машину с закрытыми глазами. Но если он постоянно срывается на своих учениках, а такое, к сожалению, бывает, если он на них злится, не соблюдает нормы этики, то ученики часто из школы переходят в другую школу. То есть они от него сбегают. А такое есть на самом деле. И тогда инструктор может задуматься, так, я потеряю в деньгах, а что мне тогда нужно сделать, чтобы ко мне, наоборот, шли? То есть, условно, это повышенная эмоциональность, это тоже можно сделать навыком, да? И чтобы снизить ее, скажем так. Можно понять, что, кажется, я агрессирую на людей, потому что у меня что-то в жизни происходит, а значит, мне нужно, например, обратиться к психологу или запросить обратную связь от своего руководства или других людей, да, коллег, как они с этим справляются, чтобы перенять этот опыт для себя. А вот долгое время мы жили в условиях, когда основным для работодателя и вообще для успешной работы, для успешной карьеры было все-таки наличие диплома и каких-то вот тех самых твердых умений. То есть, вот, бухгалтер должен быть, в первую очередь, бухгалтером, экономистом, юристом, юристом, и вот здесь. А вот эти вот все, вот это что там, вот эта стрессоустойчивость, вот это вот все, это уже далеко на второй план. В современных трудовых реалиях соотношение hard skills, soft skills, оно вот 50 на 50 или как? Ну, идеально для работодателей успешной карьеры. Да, давайте так. Бухгалтер, он не будет бухгалтером без знаний бухучета. Да, естественно, не будет. Но он может прожить без клиента. Ну, либо будет два дня там, я не знаю. Ну, он может прожить без клиента ориентированности. То есть, ну, он там сидит, выполняет хорошо свою работу, ну, как бы ему нормально. Поэтому хорошо бы, если у каждой организации, корпорации была своя модель вот этих компетенций, модель навыков, которые они все-таки хотят видеть в поведении своих специалистов. Это делается достаточно просто. Заказывается такая модель, да? Разрабатывается какое-то поведенческое интервью. Опять-таки, разрабатываются вот эти поведенческие индикаторы. То есть, что я хочу, чтобы мой линейный персонал демонстрировал в своей обычной работе повседневной. И чего я хочу, например, от управленцев. Вот, кстати, навыки линейного персонала и управленцев, они каким-то образом отличаются? Вот если мы о soft skills, допустим. Ну, опять-таки, да, если soft skills — это про обычную жизнь, ну, например, там, для управленцев важно лидерство, да, куда я веду свою команду. Для них важно стратегическое мышление, то есть планировать наперед, как я вижу в перспективе развития своего какого-то дела. Но, опять же, управленческие компетенции нужны тогда и маме, которая воспитывает, например, троих детей, которой нужно, опять же, быть лидером, которой нужно опять организовывать работу, которой нужно быть наставником для своих детей, их обучать чему-то. Поэтому, ну, скорее, это 50 на 50 и зависит скорее от вообще общей ситуации, в которой живет человек. Мне могут быть не нужны лидерские какие-то качества, ну, как бы мне и так хорошо. А могут быть очень нужны, потому что я мама, и мне нужно все-таки вести своих детей и быть авторитетным для них. А можете дать какие-то конкретные советы по тому, как развивать свои навыки? Вот, допустим, я выяснила, что у меня там затык с коммуникацией. Что сделать? Первое, второе, третье. Куда пойти? Как научиться? Где это смотреть, искать? С коммуникацией вопрос такой. Если я просто чего-то не умею, ну, как бы я никогда этому не учился, я этому не знаю, да? Стоит посетить какой-нибудь тренинг или, например, спросить просто у коллег какой-то опыт и его перенять на себя. Важно действовать. А если у меня проблема с коммуникацией, и это проблема еще психологического характера, я чувствую себя неуверенно, я там не умею, например, в какой-то конкуренции находиться, я сразу тушуюсь, я избегаю, или наоборот, я сразу нападаю, то это уже вопрос скорее к психологу и проработать себе какие-то проблемы, с чем это связано, и тогда вы через это разовьете свою такую компетенцию. Нужно ли сегодня, например, допустим, родителям будущих выпускников думать о том, что вот их ребенку, там, сыну, дочери, ну, не знаю, нужно сдать какой-то анализ на soft skills. Ну, понятно, что это как бы условно все, не пойдешь же там как-то, не знаю, там на сахар, как кровь сдаешь, не сдашь, но все равно обратиться, например, к психологу, да, или к профориентационному психологу для того, чтобы он сказал, что вот, например, у вашего сына или дочери, вот, например, сильные стороны характера, вот такие-таки, а вот здесь, например, вот его не хватает, и вряд ли, например, вот учитывая его там харизму, учитывая его там психологический тип, вряд ли получится их развить для того, чтобы можно было бы, например, ребенку, выпускнику, да, человеку, который выбирает будущую профессию, подумать о том, например, куда направить свои стопы, в какую сферу жизнедеятельности, какую профессию выбрать, понимая, что вот здесь он сможет, а вот здесь он вряд ли сможет. Ребенок еще развивается, поэтому он и более гибок. Дети вообще обучаются лучше и быстрее, чем мы, поэтому и софт-скиллс у них развиваются изначально. Да, конечно, кто-то более коммуникативный, кто-то менее коммуникативный, но, тем не менее, мы не ставим диагноз, что все, ребенка никогда не получится. Если он не был каким-то общительным и не умеет останавливать контакты, значит, никогда не будет клиент-ориентирован. Хорошо, Даша, давайте попробуем по-другому. Тогда человек, которому уже, например, ну, скажем, за 30, за 40 лет, вот он может как бы подумать, что вот почему у меня здесь не получается, может быть, здесь не получается. Может быть, не от того, что я плохой работник, а может быть, что у меня вот здесь, как раз-таки, в софт-скиллах где-то не очень. Можно вот как-то попробовать проанализировать это, для того, чтобы понять, куда двигаться дальше профессионально? Ну, конечно, мы же наделены мышлением, это дар природы для нас. Поэтому наша задача задать себе вопрос, что мне получается хорошо, где, в какой сфере жизни у меня есть проблемы. Там, либо это общение с коллегами, либо я там не умею планировать свое дело, я постоянно нахожусь волосы назад, да, и везде опаздываю. Поэтому задаем себе вопрос, чего мне не хватает, что я могу улучшить, и следующий вопрос, как и через что я могу это сделать? А как называется специалист, который ему поможет разрешить вот эти вопросы? Это может сделать психолог. Это может сделать психолог, тот врач, которого не хватает, мне кажется, 99% населения нашей страны, да и вообще в целом мира, прекрасные люди. Обращайтесь с ним, они помогут сделать вашу жизнь ярче, профессиональнее, спокойнее, успешнее, в том числе и финансово. У нас в гостях была Дарья Панкратова, практикующий психолог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!